Привет всем, меня зовут Дмитрий У нас сегодня с вами игра The Stanley Parable Ничего об этой игре не знаю, знаю только то, что у нас на мониторе Монитор, в котором монитор, на котором монитор, в котором монитор И мы просто начинаем игру Она цеплялась очень странно, как-то она прям не хотела, чтобы я её записывал Но, несмотря на это всё, мы с тобой всё равно в неё играем Мы пытаемся смотреть, по крайней мере, надеюсь, никаких проблем с записью не будет И всё будет так, как положено и так, как я хочу Вот, Лодин у нас идёт Это история о человеке по имени Стэнли Стэнли, или сотрудник номер 427, работал в одной фирме, занимающей огромное здание Работа сотрудника 427 была проста Он сидел за своим столом в комнате номер 427 и нажимал кнопки на клавиатуре Через свой монитор он получал указания, какие именно клавиши нажимать, в каком порядке И как долго их удерживать нажатыми Этим сотрудник 427 и занимался каждый день, каждого месяца, каждого года И хотя некоторые могут посчитать такую работу слишком нудной Стэнли был словно создан для неё Он чувствовал себя абсолютно как рыба в воде В общем, Стэнли был счастлив Какой молодец, а Стэнли у нас Но однажды произошло нечто примечательное Нечто, что изменило Стэнли навсегда Нечто, что он никогда не забудет Просидев в своём кабинете немногим более часа Стэнли вдруг осознал, что на мониторе не было ни строчки Никаких дополнительных объявлений не было Совещаний не собирали Никто даже не зашёл к нему поздороваться Это было крайне странно Такого никогда не случалось в этой компании Что-то явно было не так Стэнли был настолько этим шокирован, что просидел на своём стуле в полном оцепенении ещё несколько часов Постепенно собравшись с мыслями Стэнли всё же решил встать и выйти из своего кабинета Давай с тобой настроечки сделаем По клавиатуре мыши Вот до сюда вот скрутим Во, отлично Хотя нет, нет, надо, наверное, всё-таки чуточку ещё двигануть вперёд Вот так Нет, надо ещё чуточку двигануть Что ж такое-то? Вот так Ну, куда не шло, ладно Так, и куда мне нужно её? В офисе никого не было Дверь за мной закрылась Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную В надежде, что он просто что-то пропустил Да хотелось бы верить, знаешь А куда идти-то? Где у нас здесь переговорный? Я просто не местный, я не знаю Я не знаю, хоррор это или нет Просто что здесь будет-то вообще Оказавшись перед двумя открытыми дверьми Стэнли, не раздумывая, вошёл в левую Так, не раздумывая, вошёл в левую Давай мы с тобой выйдём в правую Сейчас чутка ещё Оп, вот сюда вот Переговорная была совсем не там И Стэнли, конечно, знал это Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха Чтобы лишний раз полюбоваться ею Давай зайдём в комнату отдыха Я не знаю просто, куда мне здесь идти Комната отдыха была прекрасна Она, конечно, стоила того, чтобы заскочить сюда по дороге Нужно выбирать не то, что нам говорят Классное помещение, да, здоровское Стэнли просто стоял и восхищался Да, тут было на что посмотреть В этой комнате Она определённо привлекала внимание И несмотря на то, что все твои коллеги вдруг разом исчезли Самым загадочным образом Давай, Стэнли, давай Ещё побудем тут Полюбуемся картинами Я буду стоять здесь Если я буду стоять, что мне говорить Стэнли этой комнатой Немного отдавала безумством И начинала довольно сильно пугать окружающих Кстати, может быть, поэтому они все исчезли Может быть Стэнли стоял и ждал новых сообщений от игры Но шло время И сообщения не появлялись Стэнли решил, что это знак Это не я, кстати, шевельнулся, по-моему Это он сам сейчас Или эта мышка просто съехал чуть-чуть Вот я себя буду стоять долго Чего он будет говорить? Ничего он не будет говорить Или он просто что-то мне скажет в итоге? Куда ты едешь-то, мышь Пойдём Наконец, Стэнли сполна насладился этой комнатой И зашёл в первую же дверь по левой стороне коридора И пройдя через служебное помещение Стэнли направился к двери напротив Чтобы вернуться на правильный путь Ну, видимо, нет Видимо, я уехал в ебедя, потому что не слушал голос в голове Но Стэнли и не думал возвращаться в офис Ему просто хотелось бесцельно слоняться И он забредал всё дальше и дальше от места назначения Теперь, для того, чтобы вернуться на круги своя Ему нужно идти... Так, 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 так... Ту-ду-ду-ду... А, да... А тут больше вариантов нет Стоп, нет Да что такое? То есть нет, направо, направо Ну ошибся я Точно? Больше не ошибёшься? А, нет-нет-нет-нет-нет Вот собака такая Да не направо, не направо Почему, чёрт возьми, я сказал направо? Что на меня нашло? Так-так-так, ясно Ты потерпишь секунду, голубчик? Да, конечно Ага, ага, всё понятно Он пошёл... Угу... Вправо... Нет, нет... Влево... Вниз... Налево... Направо... Та-дам... Да-да-да... О, машина И теперь абсолютно точно могу сказать, что нам туда Нет Ох... Нет Да что ж ты будешь делать? Это вообще не то Ты гляди Ты не должен был видеть это раньше времени Это всё спойлер Так быстро Офигеть Классно выглядит Так-так-так Да ёлки-палки Вся интрига Коту под хвост Всё, провал Я могу садиться Не будет дали терять моё время Ты смотри, тут каждый сотрудник отслеживается Просто начнём игру за одного с самого начала Нет, давай не будем Так Абра-кадабра Да что такое-то, ну Это игра, короче, которая сама тебе говорит, что делать, что не делать Ты играешь с игрой Здесь и никого не было Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную В надежде, что он просто что-то пропустил Когда Стэнли подошёл к... Стоп Что? Нет Нет Я же перезагрузил Да я клянусь, я всё заново начал Всё по новой, по свежечку Ну что за наказание? Ты поменял что-то, Стэнли? Стэнли, ну-ка ответь Ты ведь что-то изменил в той комнате с мониторами Ты как-то там сюжет, что ли, нарушил? Я не пойму Или погоди Чего это я тебя спрашиваю? Я же сам писал сценарий Это вроде здесь было Я был уверен, что это где-то здесь Да уж Так У нас новый вызов Ну давай, Стэнли, найдём сюжетную линию Давай А вон туда пойду Страшно-то как Пустота какая-то Она пугает Вот тебе, здрасте А как я сюда попал? Я же кружок-то дал вот туда Я же в другую сторону шёл Смотри, я иду прямо Прямо, прямо, прямо Налево Направо, хочу заметить А дверь-то сзади Это невыносимо Это худшее, что у меня было Я тебе клянусь Где-то тут была Была сюжетная линия Может мы Может нам Может нам ещё раз Рестартануть игру? Не-не-не-не-не Не надо Конечно, не очень хорошо Что мы всё время заново начинаем Но Ну сейчас должно получиться Я понял Короче, она меня будет мурыжить Вот так вот, эта игра А итог, как таковой В офисе никого не было Где он? Что же случилось? Что за игра-то он решил? Что делать нужно? В надежде, что он просто Что-то пропустил Я же в итоге должен понять Куда Ой, куда подевались все люди Все сотрудники в этом офисе Да А где двери-то? Ещё хуже Здрасте, приехали Может я не так запомнил Наверное Наверное, надо было всё же там Оставаться Слушай, ну давай, давай, давай Вернёмся и Может быть мы упустили что-то Пойдём Все двери закрыты Что я могу здесь упустить? Опа Погасил компьютер А может ещё погасить какой-нибудь? Сделан здесь Пик А свой? Свой выключен? Ха-ха Я знал, что мы что-то пропустили Ну, вот она Смотри Куда я иду? Почему я хожу Блин По кругу-то, ну? Эй Нет Стой Рано радовались Это не то? Я вижу, что это не то Пойдём обратно Давай вернёмся назад Попробуем всё повторить Шаг за шагом Вот тебе здрасте Да не то Ты куда меня завёл Я что-то не помню это место Я тоже Вроде нет Не могу вспомнить наверняка Вроде история начинается в офисном здании Ты давай не будь Нет Смуту не наводили Режиссёр Ура Мы победили Работай, ты блестяще справился Да нет Это как-то не очень Это как-то по-дурацки Мы ведь оба знаем Что делать-то будет Что ты вообще ничего не сделал Ну какая тут к чёрту победа Это и нечестно И несправедливо Да и просто никак И бессмысленно Я в полном замешательстве От всего этого Где мы вообще? Плевать, что будет на этот раз Я перезагружаю В Resident Evil Village, наверное Опять перезагружает Полный порядок Решение есть На этот раз мы точно Не потеряемся Вот это мы с тобой Я воспользовался официальной Сюжетной разметкой Притчи о Стэнли Просто держись разметки Это элементарно Вот это мы с тобой за скриним Ну типа чтобы было И будет Как превьюшка Хотя может и не будет Как превьюшка Потому что я ещё не знаю Что будет на превьюшке Потому что Мало ли что здесь Вообще очень интересно будет Дождём А мы не сюда должны пойти Опа, пасянтик Эй Не даёт выключить Пойдём вон туда Мы же туда должны были идти Изначально Нет-нет-нет Меня хватит Теперь только по линии Блин, ну начинается опять Игра указывает мне В какую сторону играть А можно я маркер найду И линию переклею Перекрашу Вот видишь Сюжетная разметка Знает Куда нам нужно Вот туда Стэнли Вперёд К своей судьбе Смотри Нельзя сюда Мы путешествуем А значит Близимся к своему предназначению Через само торжество природы бытия Верно? Вопрос на засыпку Не факт Если нашей конечной точки нет в повествовании То конечная ли она точка для нас? Другими словами Если наше предназначение не содержит Погоди, погоди, погоди Погоди Непринимаемые размышления слишком серьёзно Похоже где-то в них кроется Логическая ошибка Извини Вот что нам сейчас действительно не помешает Так это Взбодриться И вот это тоже Я тебе сейчас чуть не пересрал Как громко это было Как громко играет эта музыка Просто кошмар А над на видео будет тихо Взгляни на папоротник Ну, какой папоротник? Стэнли Этому папоротнику Суждено сыграть важную роль В нашей истории Только чуть позже Запомни его Запомни До мельчайших деталей И постарайся ничего не упустить Хорошо Эй, 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 эй Мы что? Мы что опять в офис вернулись? Нет 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 Разметка Ты в курсе, что мы ищем притчу о Стэнли? Ну, историю Тебе это что-нибудь Так ты её вещаешь Я же Слышу Ну снова Чёрт Те что? Разметка Как ты могла так с нами поступить? Мы ведь доверились тебе Блин, вот эта комната такая классная Вообще Мы прошли вместе? Нет, я так больше не могу И дену всё прахом Рестарт Да ну опять Да что ж такое-то А знаешь что, Скэн? Давай вообще забудем об этой официальной сюжетной разметке Давай Не особенно она нам и помогла Да? Мы же умные люди Так Мы придумаем свою историю Что-нибудь захватывающее, дерзкое, таинственное Да, да Это нам с тобой вполне по силам Почему бы нам не отправиться, скажем Вот тут Ну вот Как это здорово Мы с тобой, Стэнли, прокладываем новый путь Пишем новый историю Чёрт возьми Да мы горы свернём О чём она должна быть, наша история? Смелей Включай воображение Это может быть всё что угодно, Стэнли Мы можем всё попробовать Прикольно, слушай Комната такая классная О дьявол Опять она Стэнли Я думаю нам надо Не надо перезагружать Отстранить эту разметку От участия в нашей с тобой невероятной истории Ни жёлтых полос Ни залов с мониторами Просто игнорируем её Хорошо Всё должно быть тип-топ Дилемма Нам надо принять решение С этого момента История Под нашим полным контролем Наконец-то, может быть По правде говоря, мне бы минутку поразмыслить Сможешь минуту по кругу походить? Так Я полагаю, что каждая дверь куда-то ведёт То есть, если мы окажемся в этом куда-то Значит, там должна быть обратная дверь Которая приведёт нас сюда Таким образом, это означает Что наш пункт назначения Соотносится с противоинверсионной дверью-оригиналом Если мы возьмём правую дверь То зададимся вопросом Приведёт ли она нас туда, куда мы направляемся? И так как ответ, конечно, будет положительным со всех точек зрения То правая дверь, очевидно, та, что нам нужна Ещё одна блистательная победа логики Пошли, Стэнли Пошли навстречу судьбе Отлично Ну и чё? Ну, зашёл я сюда, а дальше куда? А ну подожди Это что? Странная концовка? Вы это серьёзно? Это правда? Она самая? Это что? Это что, всё одна огромная концовка? И мы что, опять должны перезапустить игру? В восьмой? В восьмой раз? Это значит, вот так работает, да? Это что, было всё заранее? Определено? Значит, согласно этому расписанию Я снова устрою перезапуск, А потом? А потом я якобы всё забуду? А я не хочу забывать То есть мне сотрут память Только потому что Это написано На вот этой хреновине? На этой стене? Нет, так нельзя Я так не играю Я не хочу, чтобы игра Всё время перезапускалась Я не хочу ничего забывать И здесь я не хочу оставаться Не буду я перезапускать игру Не буду и всё тут А придётся, наверное, всё-таки А таймер, кажется, остановился Это значит, мы выиграли Мы отменили предопределённость Ага И это расписание Больше не действует Так И что же нам теперь делать? Нас кто-нибудь заберёт? Что должно теперь произойти? Ну, ладно Я думаю, нам надо подождать Кого хоть подождём-то? Я сяду от угла Буду усилить Я вообще думаю, что ты меня обманываешь Просто вот и всё Давай Отлично Перезапуск ещё один Мы с тобой минут 25 поиграем в неё И типа закончим Не знаю там, как получится Ну, что дальше? Вот мой компьютер Эй Всё же для Стэнли это было чересчур А что, если придётся самому принимать решение А потом отвечать за них? Нет Нет Такое было явно не для Стэнли Всё это могло кончиться только плохо Это лучшее, что можно сделать Размышлял Стэнли Никто меня здесь не тронет Не сделает больно Тут мне спокойно И тут я буду всегда счастлив И Стэнли ждал много часов подряд А затем и дней А может и лет Он потерял счёт времени Но он точно знал Без всяких сомнений Что если он будет терпелив То ответы обязательно придут Рано или поздно Всё прояснится Очень скоро всё это должно закончиться Ему всё объяснят И скажут, что нужно делать Всего-то надо только немного подождать Ещё вот капельку Ещё вот чуточку У меня есть ощущение, что нас обманывают Тебе не кажется? Опять перезапуск Опять перезапуск Конечно же Кто бы мог подумать Пойдём отсюда В офисе никого не было Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную В надежде, что он просто Что-то пропустил Ну пойдём в переговорную Пойдём сразу в левую дверь По-моему я как-то уже не туда иду Оказавшись перед двумя Открытыми дверьми Стэнли не раздумывая Вошёл в левую И попал в переговорную Переговорную тоже Никого не было Не веря своим глазам Стэнли решил подняться К кабинету директора В надежде, что там Он сможет прояснить Дойдя до лестничной клетки Стэнли поднялся наверх К кабинету директора Нифига, он тут живёт Нифига, у него здесь кабинетик В кабинет директора Стэнли опять удивился Не обнаружив там ни одной живой души Кто мог это подстроить? Спрашивал себя Стэнли в полной растерянности Какие тёмные силы стоят за всем этим? Мне пароль надо набрать Стэнли не мог знать о том Что завесу тайны Способна приподнять цифровая панель Расположенная за креслом начальника И что эта цифровая панель Активируется с помощью пароля Два восемь четыре пять Об этом Стэнли даже и не догадывался Как-то неудивительно Но хаотично нажимая все кнопки подряд Стэнли совершенно случайно ввёл правильный код Невероятное везение Дверь открылась, ты гляди, какая-то Он шагнул в открывшийся проход в стене Круто И поехал вниз Куда-то в подвал в какой-то что-то Там, может быть, все прячутся, сидят от кого-то Я не знаю, от кого там можно прятаться Там столько сотрудников Я только двести Какой-то Четыридвадцать седьмой Стэнли обратил внимание, что он испытывает Какое-то странное чувство Полтысячи сотрудников, ты представляешь? Его переполняли эмоции Как будто мысли его стали смелее и свободнее Он неожиданно подумал о смысле своей работы Но почему только сейчас? Впервые за столько лет? Этому вопросу ещё долго суждено быть безответным Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью Цех управления сознанием Несмотря на то, что на стене было написано Там выход написан было На самом деле, в конце этого длинного коридора Стэнли ждала лютая смерть Ну давай Дверь за ним не закрылась И у Стэнли всё ещё была возможность повернуть назад Это же управление сознанием Нужно идти дальше Совершенно сознательно и решительно продвигался вперёд Чтобы заглянуть смерти в глаза Конечно Чё там за смерть-то будет? Это была правда смерть? Ха-ха-ха Это я так тупанул, что нет? Вот те на Механизм пришёл в движение И теперь Стэнли медленно, но верно приближался к своей кончине Ага Он вдруг задумался о том, что жизнь его была, пожалуй, бессмысленна и никчемна Стэнли не мог видеть всей картины И помыслы его были зажаты в крайне узком его представлении об окружающем мире Поэтому умертвить Стэнли было всё равно, что выколоть глаза слепому Так что он смирился со своей участью и приготовился принять конец А может присесть просто? ...бесславной жизни Прощай, Стэнли Прощай, кричал рассказчик, глядя, как Стэнли беспомощно направляется в объятия металлического пресса В один момент Стэнли перестал существовать раздавленный насмерть стальной машиной, переломавшей все его кости Ага И пошёл дальше по своим делам, правильно? Правильно Но пройдёт всего несколько минут, и Стэнли, сидя в своём офисе живой и невредимый, снова запустит игру Интересно, чего же хотел добиться рассказчик? Ведь если каждый твой путь был создан заранее, смерть становится абсолютно бессмысленной, так же, как и сама жизнь Вы понимаете, что с момента начала игры Стэнли был мёртв? Во-во, короче Мы с вами на этом чудесном моменте заканчиваем И если вам интересно эта игра, то мы с вами продолжим в неё играть А на этом я с вами попрощаюсь Всем спасибо за просмотр, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки Увидимся в следующей серии, возможно Возможно И в других игрушках Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok